МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Карагандинской области очередное новоселье. Жителям Нуринского района наконец-то вручили ключи от новых домов. Областной казахский драматический театр имени Сакена Сейфулина открыл 84-й сезон. Обо всем по порядку. Почти полгода наш телеканал следил за судьбой жителей поселков, пострадавших весной этого года от паводков. Мы были рядом в горе, когда стихия забрала у них все нажитое, оказались рядом и в радости, когда жители поселков наконец-то получили ключи от новых домов. Сегодня с новоселами Нуринского района встретилась Аймамрина. Жизнь в Нуринском районе налаживается. Пострадавшие жители получили новые дома и подарки от Акима области Нурмухамбета Абдебекова. А совсем недавно существование многих из них разделилось на «до» и «после». Точка отсчета – потоп, который в считанные секунды разрушил дома, все же с лица земли хозяйственные постройки и перечеркнул планы на будущее. Спасибо большое. Как у вас настроение? Вот молодец, малыш. В течение пяти месяцев семья Нурлашевых была вынуждена жить, где придется. Благо родственники, соседи не отказали в крови. Но они дождались, вытерпели и сегодня отмечают новоселье в новом доме. По традиции, накрыв Тестерхан. Хочу сказать спасибо нашему президенту Ельбаса за то, что в такой короткий период нам построили этот дом. Буквально, как говорится, не ожидали, что так получится. Действительно, и, как говорится, Акима в нашем области, Рахмет Большой, Акима района, села нашего. Отметить новоселье сегодня смогли 27 семей. Еще двоим пострадавшим помогли меценаты. За короткий срок в поселках построили новые дома. Возводить их заново начали сразу после того, как земля подсохла. Чтобы не затянуть работы до холодов, подрядчиков удалось убедить начать строительство в долг. Медлить нельзя было ни в коем случае. Время ограничено. Любой простой и десятки людей остались бы зимовать на улице. И сегодня мы эту работу по Нурецкому району полностью завершили. Все 27 домов построены. Люди получают ключи и заселяются. Радует то, что нам удалось эту работу выполнить в сентябре месяце. Еще до наступления отопительного сезона порядка одного месяца времени есть. Людям есть возможность подготовиться. На строительство новых домов в джете было выделено более 200 миллионов тенге. Глава региона пообещал, ни один населенный пункт, пострадавший от паводка, не останется без внимания. Аймамрина Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Сегодня состоялось слушание свидетелей по делу бывшего руководителя пресс-службы футбольного клуба «Шахтер». Мансура Калиева обвиняют в девяти разбойных нападениях и организации преступной группировки. Его и других участников задержали в ноябре прошлого года. «Экспресс Аташе» почти год сидит в СИЗО, а остальные фигуранты отпущены под залог. Амина Смакова подробнее. Сегодня были допрошены охранник букмекерской конторы «Олимп» и один из посетителей заведения. 3 ноября на контору преступники в масках совершили нападение. Свидетели вспоминают, что двое неизвестных были вооружены ножом и даже пистолетом. Из кассы, угрожая администратору и охране, нападающие забрали 40 тысяч тенге. Однако на судебном процессе свидетелям подозреваемых опознать не удалось. Обратите внимание на лица сидящих на скамье подсудимых вот здесь и по правую руку от вас. Есть ли из них лица, которые нам совершили нападение? Кого-либо вы сейчас узнаете? Вторым допросили Марата Жунусова. В ту ночь он был одним из посетителей. Мужчина был так увлечен игрой, что заметил происходящее, лишь когда преступники покидали контору. Говорит, что успел увидеть только человека в маске с пистолетом. Как он себя вел? Уходил спокойно, шапка, убегал? Ну вышел он в капу. Я видел, он уже возле треви, как вышел. Так дальше я не видел. Почему он не видел? Подозреваемый Мансур Калиев тоже задавал вопросы свидетелям. Вместе со своими адвокатами бывший пресс Аташе вознамерился защищать себя, ведь срок ему грозит немалый – от 10 до 15 лет тюрьмы. Очередное слушание судья Кайрат Касимов перенес на завтра. Ежегодная премия Тельжана Шере нашла своего лауреата. Претендентами на награду Акима области стали государственные служащие, специалисты разной научной сферы, общественные деятели и представители СМИ. Подробнее расскажет Диана Рамазанова. Целью конкурса, который в нынешнем году проводился четвертый раз, является поддержка лиц, внесших огромный вклад в развитие государственного языка. Заявки на конкурс в этом году подали 31 человек. Два этапа предстояло пройти претендентам конкурса. По решению комиссии премия Тельжана Шере присуждается шести отличившимся лицам, активно пропагандирующих мероприятия по реализации государственной языковой политики. По доброй традиции вручение специальной премии лицам, внесшим весомый вклад в реализацию государственной языковой политики в регионе. Хотел бы отметить, что этот праздник отмечается только в нашем государстве. Ведь для такой более этничной страны, как отмечает глава государства, лидер нации Насултан Абещущий Назарбаев, ответственная языковая политика является одним из главных консолидирующих факторов, основой единства нашего общества. Наталья Терновая преподаватель Коргу имени Букетова с многолетним стажем. Государственный язык начала изучать еще в детстве, когда рядом не оказалась русскоязычной школы. На сегодняшний день участница имеет множество наград и заслуг, связанных с стопроцентным знанием казахского языка. Победительница отмечает, что владение государственным языком – это и есть начало всех побед. Знание государственного языка, знание делопроизводства на государственном языке, пропаганда государственного языка и на практике показать, как нужно вести делопроизводство на государственном языке – это важнейшая из задач, потому что Казахстан самостоятельный государство, у которого есть свои вековые традиции. Торжественное завершение прошло по четырем номинациям. Победителей наградили почетными дипломами, памятными сувенирами и денежными сертификатами. Участники остались довольны и призывают общество владеть государственным языком в совершенстве, ведь язык – это нация. Диана Рамазанова, Исламбеков-Спанов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Что успели сделать к предстоящему отопительному сезону? На очередной сессии городского маслехата местные власти отчитались перед депутатами, как готовиться к запуску тепла в Караганде. На отчете была и наша съемочная группа. Все идет по плану, рапортовали чиновники на очередной сессии городского маслехата. Депутаты слушали доклад заместителя Акима Города, который курирует коммунальные вопросы. Сегодня рассказывали не только, как идет реконструкция теплосетей на Ленина, Гоголя, Абдирова, но и о том, как подготовили оборудование на теплоисточниках, насколько готовы школы, детсады, больницы, в общем, административные здания во всех сферах. Отдельно останавливались на готовности жилых домов. И вновь встал вопрос о том, что если в многоэтажках есть форма управления, то там и проблемы с коммуникациями нет никаких. А уж так называемые бесхозные дома и те готовятся к теплосезону как могут. Все-таки холода уже не за горами и замерзать в собственных квартирах людям совсем не хочется. Некоторые горожане опомнились лишь недавно, но даже и у них есть еще немного времени, чтобы привести в порядок элеваторные узлы и другие сети. На сегодня же общая готовность города свыше 90%. Ориентировочно с 25 сентября ТО «Теплотрансит Караганда» начнет заполнение магистральных распределительных сетей. С 1 октября мы будем готовы начать отопительный сезон. Депутаты о готовности города к теплосезону знают не понаслышке. Сами, до, во время и после отопительного периода посещают объекты коммунальщиков, жилые дома и организации. Свои рекомендации народные избранники дают постоянно. Также и отслеживают их исполнение. Потому, как бы хорошо не был город подготовлен к холодам, но замечания и пожелания у депутатов всегда найдутся. Для этого необходимость обеспечения надежного энергообеспечения малых поселков, улица Осевая, улица Санаторная, улица Ишинская, район ЖБИ, для устойчивого прохождения предстоящего отопительного сезона в данных районах города. В целях рационального расходования тепловых ресурсов необходимо продолжить работу по изоляции участков трубопроводов на тепловых сетях. Кроме того, продолжает оставаться проблемное обеспечение своевременного и качественного благоустройства в городе мест разрытий после завершения услугодателями ремонтных работ. Рекомендации, которые позволили бы нормализовать ситуацию, городским масляхатам были даны в соответствующих постановлениях постоянных комиссий. Вместе с тем депутаты сочли необходимым поактивнее принять меры на реконструкции теплосети по проспекту Абдирова, где идут работы в рамках государственной программы Нурлыжол. Об этом же настоятельно говорят и ветераны энергетики. Они рассказали, что написали Акиму города письмо, в котором дали несколько советов. А вот эти объемы на узловых точках – это Ленина Гоголя, Бульвар Миром Гоголя, Алиханова Гоголя и Лободы Гоголя. Эти узловые точки, где надо очень сильно мобилизовать людей. Но там такое количество техники, такое количество людей, что обычным способом уже к началу отопительного сезона это не сделать. Там нужно обязательно сделать еще одну смену. Сергей Высокосов, Улжас Габбасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Отправить по назначению. Протокол проведения публичных слушаний, которые прошли в Караганде 18 августа по поводу наименования 137-го учетного квартала и переименования улицы Луговой, было решено отправить на рассмотрение Республиканской аномастической комиссии при правительстве Республики Казахстан. О совместном решении городских депутатов и Акимата Караганды стало известно на 49-й очередной сессии Маслихата. Проведение публичных слушаний было обусловлено поручением правительства Республики Казахстан от 16 апреля 2015 года за номером 2056-204, в котором указано, что в связи с празднованием 70-летия победы в Великой Отечественной войне необходимо переименовать улицы, объекты недвижимости именами героев Советского Союза. Мнение карагандинцев, учтенные на публичных слушаниях, направят в Республиканскую аномастическую комиссию. Там теперь станут решать, переименовывать улицы в нашем городе или нет. Для нашей страны дата 9 мая наполнена особым смыслом, напомнили на сессии депутаты. Это священная память о погибших на полях сражений. Основной долг всех последующих поколений нашей страны перед поколением победителей – сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, не оставить в забвении погибших солдат, а дать дань благодарности и уважения за их героические подвиги. 18 августа в Караганде провели публичные слушания, чтобы учесть мнение горожан по этому вопросу. В итоге большинством голосов люди согласились переименовать 137-й учетный квартал в улицу имени Бауржана Мамышулы, а улицу Луговую в имени Сабира Рахимова. На основании вышеизложенного прошу депутатов и членов Акимата принять совместный проект решения Карагандинского городского маслехата и постановление Акимата города Караганды по вопросам наименования и переименования улиц микрорайонов нашего города. А после вынесения заключения Республиканская аномастическая комиссия направит свое решение руководству нашей области. И решение о том, сменить ли адресные таблички на домах и зданиях Караганды, вынесут уже областные депутаты. Сергей Высокосов, Олжас Габазов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области разрабатывают эксклюзивные мобильные приложения под названием «Мой депутат». Пользуясь им, граждане смогут задавать вопросы своим депутатам и получать ответы на них. Автором мобильного приложения является исполнительный директор фонда «Союз региональных депутатов» 32-летний Чингис Лепсибаев. Парень, работающий в сфере аналитики, часто едет за рубеж. По его словам, там работа депутатского корпуса отлаженнее, нежели у нас. В Казахстане же о работе народных избранников граждане зачастую и не знают. С помощью этого приложения граждане смогут задавать интересующие их вопросы и отслеживать деятельность депутатов. И наша задача, в том числе этого мобильного приложения, у нас нет задачи за кем-то следить или кого-то там заставлять. Все абсолютно на добровольной основе. Но это позволит на выборах любому конкуренту депутату сказать, слушай, давай, наверное, кому-кому это надо, будет этим заниматься. По словам автора приложения, аналогов ему нет даже за рубежом. Пока приложение «Мой депутат» только проект, его разрабатывают. В октябре планируется запустить демо-версию сразу в трех городах области. Это Караганда, Сарань и Тимиртау. Подопытными станут депутаты областного маслехата. Если приложение приживется, его внедрят по всей республике. Приложением смогут пользоваться все, у кого есть смартфоны, айфоны и другие гаджеты. Общество имеет право получать информацию, предполагается там определенный перечень, никаких секретов не должно быть перед своими гражданами. Единственное, что можно закрыть, это только тайны государственные и только персональные данные людей. Сегодня в здании партии Нуратан состоялась презентация данного ноу-хау. На ней присутствовали как местные, так и депутаты мажориса парламента. Народные избранники идею мобильного приложения поддержали. Аймамрина Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Продолжаем выпуск. По всему Казахстану начинается дополнительная иммунизация против кори. В феврале текущего года вакцинация была прекращена в связи с тем, что некоторых привитых студентов госпитализировали из-за плохого самочувствия. Но работники здравоохранения уверяют, что для беспокойства нет причины, и вакцинация необходима для здоровья подростков. Директора учебных заведений слушали представителей здравоохранения с особым вниманием. Ведь педагоги и родители до сих пор не могут забыть последствия последней вакцинации. Однако медики уверяют, прививки от кори для детей от 15 до 17 лет будут делать только по письменному согласию родителей, а студентов до 19 лет – по собственному согласию. Заставлять никого не будут, но обезопасить себя от такого заболевания все-таки стоит, считают врачи. По данным ВОЗ, по всему миру отмечается рост заболеваемости кори. Поэтому в Министерстве здравоохранения было принято решение о проведении компании дополнительной вакцинации от кори. Сейчас мы ведем по области подготовительную работу, в том числе и разъяснительную работу. Тем временем представители здравоохранения утверждают, что в Казахстане наблюдается рост заболеваемости корью. За последние 8 месяцев число таких пациентов возросло в 9,5 раз по сравнению с прошлым годом. Ученица 10 класса школы-лицея номер 101 тоже считает, что иммунизация необходима. 1 октября проводится вакцинация от кори. И я буду принимать в этом участие. Наших родителей ознакомили, что вакцинация совершенно безопасна. Ознакомились с последствиями кори. И я не боюсь, потому что последствия намного опаснее. Если люди придумали вакцинацию, то значит нужно соблюдать это. И я думаю, что все должны сделать прививки. Как сообщалось ранее, в начале текущего года в Тимиртау в результате вакцинации около 20 студентов были госпитализированы в больнице. Пострадавшие рассказывали, что после прививки у них стали отказывать ноги, а некоторые даже теряли сознание. Однако, согласно заключению медиков, признаки возникли от эмоционального состояния студентов. Мол, нервозность, беспокойство и возбуждение появились не от вакцины, а от прихоти самих студентов, считают врачи. По нашей школе подлежат всего 122 ребенка. Из этих детей 85 родителей дали согласие на проведение этих прививок. Остальные родители пока отказываются, но некоторые еще сомневаются родители по поводу постановки этих прививок. Но мы работаем с этими родителями, с детьми. Мы провели очень хорошие родительские собрания, провели классные часы хорошие с детьми. Кабинет у нас оборудован полностью. Вакцина, применяемая для иммунизации против кори, сертифицирована. Производится по заказу Всемирной организации здравоохранения в Индии с 1995 года и полностью отвечает требованиям безопасности и международным стандартам. Такая прививка используется в 45 странах мира. Согласно статистике, двое из каждых трех детей в мире привиты против кори вакциной этой компании. Лариса Хусейнова, Жасулам Глубеков, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Арселор Миталтимиртау оштрафовали почти на 2 миллиарда тенге. Специализированный экономический суд счел, что именно на такую сумму металлургический комбинат нанес ущерб окружающей среде вредными выбросами в атмосферу за последний год. Нарушения природоохранного законодательства в деятельности акционерного общества Арселор Миталт были обнаружены в ходе проверки. В частности, специалисты Департамента экологии установили на металлургическом комбинате факт сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу двуокиси серы, окиси азота и других тяжелых газов. Решением суда с АО Арселор Миталтимиртау взыскан ущерб, нанесенный окружающей среде в размере 1,709,363,220 тенге в доход государства. Государственные служащие намерены ужесточить наказание за коррупционные преступления. Борьба с коррупцией является задачей всех и каждого. В здании карагандинского областного филиала партии Нур-Отан состоялся семинар-совещание по вопросу нулевой терпимости к коррупционным правонарушениям. В мероприятии приняли участие сотрудники Департамента внутренних дел, областное управление образования и заместители акимов городов Караганды и Цимиртау. Коррупция подрывает основы нашей государственности и демократии. Поэтому необходимо создавать системные условия для противодействия коррупции и формирования в обществе нетерпимости к любым ее проявлениям. Госслужащие обсудили, как можно искоренить правонарушения принципом нулевой терпимости. Сегодня в рамках исполнения плана организационных и практических мероприятий, утвержденных Акимом области, в рамках укрепления в обществе принципа нулевой терпимости к беспорядкам и правонарушениям, мы совместно с партией Нур-Отан и Акиматом области проводим круглый стол. Важным направлением противодействия коррупции стало тесное взаимодействие партии Нур-Отан совместно с молодежным крылом Жас-Отан. Проект по формированию нулевой терпимости к правонарушениям Стоп-Холмыс дает большие результаты. Мероприятия включают в себя рейды, которые помогают сокращать преступность и нарушения по всему Казахстану. Со стороны населения есть такое мировоззрение, как будто это нормальное явление, правонарушение, то есть вместе с тем есть необходимость на сегодняшний день формировать новые взгляды, то есть новую культуру. В этом направлении проводится эта работа. Напомним, президент страны на открытии четвертой сессии парламента Республики Казахстан поставил задачу правительству принять антикоррупционную стратегию Республики Казахстан до 2025 года. Суть ее состоит в том, что государство должно создать условия, при которых использование служебных полномочий в корыстных целях станет невыгодным и невозможным. Для этого необходимо перенять лучший мировой опыт в этой работе, указал глава государства. Лариса Хусынова, Жаслан Глубеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Областной казахский драматический театр имени Сакена Сейфулина открыл 84-й сезон. На сцене развернулось яркое представление под названием «Оло Арман». Постановка посвящена 550-летию образования казахского ханства. Казахский драматический театр имени Сакена Сейфулина вновь распахнул свои двери. Насколько стало известно, каждый год в драматическом театре пополняются ряды актеров. Сейчас над новыми постановками работают 52 мастера сцены. Актерский состав театра неоднократно побеждал в международных конкурсах и занимал призовые места. В новом театральном сезоне на сцене зрители могли наблюдать историческую драму «Улы Арман», которая дебютировала 29 апреля. Это открытие будет чуть-чуть иначе, чем другие были открытия, церемонии. Потому что все артисты будут проходить шествием по красной ковровой дорожке. И зрители вблизи увидят своих любимых артистов. И они взаимно будут друг другу желать творческих успехов в новом сезоне. В постановке по пьесе «Думана Рамазана» режиссер Айбек Крыкбаев задействовал весь актерский состав театра. История о событиях 18 века и главном герое постановки «Аблайхани», который пытался сохранить молодую часть казахского народа. С какими трудностями пришлось столкнуться «Аблайхану» при воплощении мечты в реальность, рассказала постановка. Сегодняшний спектакль поднимает дух молодежи, приобщает их к культуре казахского народа, пропагандирует единство страны. Премьера постановки состоялась в Астане и прошла с большим успехом. Известно, что постановка успешно прошла экспериментную комиссию Министерства культуры и в ближайшее время едет на республиканский конкурс в Усть-Каменогорск, где откроет новое здание театра. В октябре «Улы Арман» будет презентован на грандиозном фестивале в Тарази, посвященном юбилею казахского ханства. Асель Сазанбаева, Лжас Кабасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. В связи с проведением праздничных мероприятий 18 сентября в период с 19.30 по 21.00 планируется перекрытие участка автодороги по проспекту Бухаржурау от улицы Алиханова до Бульвар Мира. Движение автобусов будет осуществляться по улице Воинов-Интернационалистов. Просим извинения за неудобства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова